Я хочу поприветствовать у нас в студии Михаила Басина, специалиста по вопросам недвижимости в Торонто. И сегодня я бы хотел задать ему животрепещущие вопросы по поводу именно использования недвижимости в качестве выгодной инвестиции. Вот скажите, Михаил, допустим, в разные периоды нашей жизни кто-то имел опыт, кто-то положительный, кто-то не очень, кто-то очень положительный, типа Трампа, на покупке и продаже недвижимости. Скажите, вот первый вопрос. Сегодня покупать или не покупать? Хороший маркет или нет? Ну, вопрос, наверное, риторический, потому что никто не знает ответа на этот вопрос. Все гадают. И есть куча экспертов, которые вам скажут, что это баба, и что будет какой-то коллапс. И ровно такое же количество экспертов вы найдете на Google, которые вам скажут совершенно обратное. Что я вижу, работая, он и филд, как мы говорим, в поле, что сейчас очень маленькая инвентария. То есть, недостаточно домов на продажу. И вот я сейчас конкретно ищу для одной молодой пары дом, которых бюджет полтора миллиона. Нормальный бюджет. Они хотят дом с двумя гаражами в районе Любовик Кампуса, либо Торренхилл Вудс. И мы ничего не можем найти в этой ценовой категории. Вот как ни странно, как что-то выходит на рынок, сразу появляется такое, как мультипл оффер. Если кто-то не знает, я поясню. Это когда существует seller's market, то есть, селлер диктует условия, выставляется дом на продажу за меньшие деньги, это чтобы привлечь внимание. И создается вокруг этого ажиотаж. То есть, люди дают оффер. Вроде аукциона такого маленького. Иногда бывает и большой аукцион. То есть, тут-то нужно понимать, что мы real estate обладаем определенными знаниями, чтобы подсказать клиенту, до какой цены стоит идти. Потому что против нас играют люди, действительно, которые strategic investment из Азии. Для них это не принципиально переплатить на какую-то сумму денег. А для, так сказать, обычного человека, который покупает жилье для себя, чтобы жить. Это, я считаю, неправильно. И мы людям, как правило, подсказываем по последней продаже. И стоит ли давать больше денег за этот дом. Ну, опять же, в рамках этой передачи очень тяжело давать какие-то советы. Это все очень индивидуально. По моему опыту, люди очень сильно торгуются за дома. Ну, когда проходит 3-5 лет, и ты человека спрашиваешь, а ты помнишь, за сколько ты купил свой дом 5 лет назад? И человек не помнит, то ли это было 623 тысячи, то ли 663 тысячи. Он помнит какую-то первую цифру и последнюю. Потому что сейчас вам уже стоит 900 или 1 миллион 200. Да, и поэтому людям как бы смешно, что они там торговались за 10 тысяч, и упустили там, может быть, более какой-то хороший дом. Что бы я хотел посоветовать нашим телезрителям и радиослушателям? Не концентрируйтесь. Деньги – это, безусловно, основополагающий фактор, но не концентрируйтесь только на деньгах. Смотрите, что вы покупаете. И где. Где это очень важно. То есть в реал-эстете существует даже такая поговорка. Location, location и еще раз location. Борис молодец. Он просто мовист. Да, это правда. И причем location имеет принципиальное значение. Также layout и также, безусловно, размер дома. То есть я приведу пример. Если люди покупали дом 3 года назад, и с одним гаражом он стоил, например, в той арии, где я работаю, порядка 800 тысяч. С двумя гаражами он стоил около 900 тысяч. Сегодня дом с одним гаражом продается за миллион 250 тысяч. Дом с двумя гаражами продается за миллион 500 тысяч. Миллион 550 тысяч. Примерно при таком же скорфиточке. Поэтому очень важно обращать на эти вещи внимание. Перед вами жертва недопокупленности. Когда я приехал 15 лет назад в Канаду, я боялся, что цены больше не вырастут. Потому что они были достаточно высоки после кризиса 95-го года. И я решил не связываться с недвижимостью. И купил себе свой дом в очень неудобном месте, который вырос в цене очень слабо. Хотя, если бы те же средства, которые я привез, а я занимался бизнесом, и привез значительные средства, я бы вложил в несколько недвижимости, то они бы выросли бы, я был бы миллионером. В другой момент, в 2005 году, снова появилась возможность вложить. Но цены уже были настолько высоки, что тогда даже выходили журнал, МакЛитс, по-моему, что сейчас рухнет рынок. И снова я побоялся. И вот прошло 10 лет, и цены выросли с тех пор чуть ли не на 50%. И вот сейчас опять момент. Ну, у меня нет денег, но я, по крайней мере, разговариваю об этом. И я хочу сказать, что почему мы все время ошибались. Ведь Торонто является, по сути, исключением из правил. За это время в других городах Северной Америки, особенно Соединенных Штатов, произошел и очень серьезный спад, и потом подъем, в то время как Торонто не испытывала спада, а продолжала переть вверх. И я вижу в этом два объяснения. С одной стороны, наш рынок движется вверх постоянным числом иммигрантов, приезжающих в Торонто, которые занимают более дешевые ниши, скажем, более дешевого жилья, а те, кто продвигаются в экономическом положении, продвигаются на более дорогое жилье. И постоянно есть это давление в потребности в жилье. Вот наши иммиграционные специалисты не дадут нам соврать, 40% иммигрантов, приезжающих в Канаду, оседают в Торонто. При том, что 49% населения Торонто составляют иммигранты. При том, что ежегодно к нам приезжает порядка 300 тысяч человек. То есть мы можем сказать, что в Торонто въезжает приблизительно 120 тысяч человек каждый год, которым нужно жилье. И они так или иначе являются вот этим локомотивом рынка. И вторая теория, мне кажется, что Торонто еще не разработала своего потенциала до конца, будучи мировой столицей уровня Нью-Йорка и Лондона. Если мы сравним цены в Нью-Йорке на Манхэттене с Торонто в Даунтауне, мы получим существенную разницу. В Торонто дешевле. А не Торонто, будучи мировым центром экономическим, культурным и так далее, еще не вышло на этот уровень. Вот такие два объяснения этому Мироклу. Что вы думаете о этом? Ну, они имеют основание ваше объяснение, безусловно, они совершенно верны. Торонто увеличивается, сюда мигрирует по статистике 300 тысяч каждый год. И есть еще естественный прирост населения, который, ну, дети выросли, если они не живут у мамы в бейсменте, они хотят что-то купить и переехать. Вот. Но на сегодняшний день вы совершенно правы. Ну, Нью-Йорк и Северная Америка, я не являюсь экспертом на этом маркете, но там более более гуманная и разумная политика государства в плане Urban Sproul. Ведь в Торонто, в Антерио очень много земли. Да, вы едете, например, по Фохандре, вы видите поля, которые строй не хочу. И почему дома, собственно, стоят так дорого? На это есть объяснение. Потому что, во-первых, у нас существует две такие зоны, где нельзя строить. Их сохранили для Агрикалчер. и второе гавермент против того, чтобы был Urban Sproul, то есть расползался город. Что происходит? Потому что проводить все вот эти коммуникации, все это, ну, проще говоря, в Антарио нет денег развивать новые районы. Вот. Поэтому, что происходит? Жилье, которое уже есть, оно стоит, и на этом куске земли билдеры стараются построить как можно больше. То есть, если мы говорим за нормальный кусок земли, там, 40 футов на 150, на нем можно построить один хороший дом, 3000 скорфи, или можно построить 10 таунхаузов. Вот. К этому сейчас стремятся как бы билдеры, потому что билдеры, то есть, застройщики, они хотят извлечь максимум профит. И цена земли, она дорожает. То есть, что я вижу в будущем, что люди в основном, вот как вы правильно сказали, в Нью-Йорке, в Бостоне, будут жить в кондах. Сегодня даже конда, они являются уже таким пределом не совсем affordable, скажем так. Unless это one-bedroom конда, очень маленькая, 500 скорфит где-то. Но на сегодняшний день в среднем будет стоить порядка 350 тысяч. То есть, если мы говорим за отдельно стоящий дом, который стоит на земле, этот дом на сегодняшний день, ну, даже цена земли, я бы сказал, стоит только миллион. Его еще построить будет стоить еще, скажем так, 700-800 тысяч. То есть, Билдер уже продает такие дома около двух миллионов. Михаил, это очень интересная тема, и в следующей нашей передаче я хочу продолжить именно вопрос о типах недвижимости и какие связаны будут с ними нюансы. Хорошо? Большое Вам спасибо и я прощаюсь до следующей нашей встречи. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.